Чтение собакам или чтение с собаками Современного ребенка практически невозможно усадить за книгу. Как это исправить? Читать с родителями, друзьями или, может, с животными, например, с собакой? Основной принцип чтения дети читают, сидя рядом с собакой. Создается ощущение, что ребенок читает собаки. В основе создания доверительной безоценочной среды, в которой ребенок не только не теряет мотивацию к чтению, от постоянных отдергиваний, поправлений, упреков и так далее, а напротив получает дополнительный заряд, читая благодарному слушателю. И так ли важна эта техника? Кто бы что ни говорил, если у ребенка нет органических или психических аномалий развития, то он, находясь в учебном среде, читать научится. У него просто нет выбора, даже если он будет этому сопротивляться. Быстро, медленно, с выражением, без выражения. Это уже вопрос другой. Терапия с помощью собак, а иначе говоря, канистерапия, фелинотерапия, давно получила признание в западных странах и теперь завоевывает популярность и у нас в России. Терапия с помощью животных признана нашим здравоохранением, как реабилитационный метод. Дети, которые читают книги собакам, быстро улучшают навыки чтения. Это и начинающие чтецы, и слабослышащие дети-инвалиды, и крайне застенчивые дети. Все началось с собак-слушателей. Впервые собаки специально обучены внимательно слушать, когда им читают, появились в библиотеке Salt Lake City в США более 15 лет назад. С тех пор эта методика получила распространение по всему миру. В библиотеках Финляндии животные слушатели даже числятся в штате сотрудников. Для наших библиотек этот формат еще не знаком. Методика обучения чтению с помощью животных компаньонов была с успехом опробована в Санкт-Петербурге и Калининграде. Доверить животным учить читать можно младших школьников, которые уже обладают основными навыками чтения. Они мотивируют тех, кому чтение дается нелегко по психологическим причинам. Конечно, собака слушает иначе, чем кто-то другой. Однако собака может внимательно выслушать всех детей. Если читать регулярно хотя бы один раз в неделю, тогда уже через два месяца можно ожидать заметных результатов. У всех детей, которые будут читать с собакой, повысится скорость и качество чтения, понимание прочитанного и интерес к чтению. У детей часто бывают сложности с чтением, и они часто связаны с тем, что ребенок стесняется читать перед классом и учителем, боится допустить ошибку. Родителям тоже не удается слушать спокойно и заинтересованно. В этом случае не следует делать замечания малышу во время чтения. Удержаться никто из родителей не может. Собаке же все равно, как ребенок читает. Быстро, медленно, хорошо или плохо. Детям нравится, что собака слушает. Их не идеальное чтение в собаке они находят благодарного слушателя. Психологический комфорт – это самое важное. Ребенок начинает чувствовать, что его интересно слушать, а не то, что ему кто-то оценивает и поправляет. Смысл таких занятий – вызвать у ребенка желание читать, пробудить мотивацию. Собака – большой мотивирующий фактор. Чтение начинается восприниматься не как скучная повинность, а как игра. Правильность достигается впоследствии с опытом. Если нет логопедических проблем и плохие навыки, связанные с психологическим отношением к чтению, с тем, что ребенок замыкается и нервничает, то собака в качестве слушателя снимает эти проблемы. У ребенка появляется желание читать и приходит уверенность в своих силах. Многие дети не хотят читать, потому что сегодня книга проигрывает интернету с компьютерным игром, способностью привлекать внимание. По сравнению с ними она кажется неинтересной, скучной. Родители зачастую тоже не стремятся читать вместе с детьми, вместо того, чтобы почитать вслух, отправлять смотреть телевизор или слушать аудиосказки. Но по воздействию на ребенка аудиосказка, мультфильм, компьютерная игра и материнское чтение несравнимы. А вот по легкости восприятия, к сожалению, гаджеты выигрывают. Поэтому у сегодняшних детей пробудить интерес к книгам к чтению сложно. Животное, которое внимательно слушает, как и читает книгу, делает чтение по-настоящему увлекательным. По словам Джо Клипаки, детский темп и голоса и спокойный ритм успокаивает животное. Рано или поздно любое существо проявит любопытство и попытается подойти. Тогда дети поощряют этот интерес чем-нибудь вкусненьким. Такая терапия не только помогает собакам, но и позволяет детям попрактиковаться в чтении, а также развить любовь к животным и настоящую связь с ними. Мохнатые четвероногие друзья учат детей ответственности, помогают адаптироваться в обществе, больше двигаться, а еще радоваться без повода и бескорыстно любить. Мы собрали лучшие книги о хвостатых, которые можно подарить маленькому любителю собак. Лиза, пап, написала детскую книжку Мэйдалин Финн и библиотечная собака. О девочке, которой не любила читать, библиотечной собаке Бонни. Вместе с Бонни девочка понимает, что нужно стараться и не торопиться, тем более, когда рядом такой друг. Книга сейчас есть в продаже в книжных магазинах интернета. «Большая собачья книга». Это сборник лучших произведений классических современных авторов про собак. В книгу вошли трогательные рассказы Толстого, Чехова, Куприна, Андреева, веселый дневник Фокса Мекки, Саши Черного, волшебная сказка Чуковского «Собачье царство», а также задорные рассказы Драгунского и Успенского из жизни самых обычных дворовых собак и породистых псов. Книга призвана помочь в подготовке к урокам литературного чтения в начальной и средней школе, а также расширить кругозор читателя. Не нужна ли вам собака? Каммингс. Перед псом Арчи стоит сложная задача. Он мечтает найти дом и пишет письма всем подряд на Ореховой улице. Положа лапу на сердце, он лучший пес, о котором только можно мечтать. Послушный, чистоплотный, у него даже есть своя косточка-пищалка. Кто же приютит Арчи? Ни за что не догадаетесь. Трой Каммингс написал и нарисовал целую стопку книг. Не нужна ли вам собака? Это забавная и трогательная история, после которой хочется поскорее прижать к сердцу ближайшего четвероногого друга. Жил-был пес. Это народная сказка, кладезь мудрости и смекалки из самых невероятных историй. К примеру, из сказки «Жил-был пес» можно узнать о том, как волк, лютый враг собак, все-таки помог бездомному псу. И тот снова обрел теплый дом и любящих хозяев. А пес в благодарность помог волку. Замечательная история о дружбе, взаимовыручке по мотивам, которые снят в известных мультфильм. Продолжение следует...